Как передает Азия Ас, политолог Евгений Михайлов прокомментировал порталу Москва-Баку «Реваншистские настроения в Армении». В Армении всегда была очень высокая политическая турбулентность. И сейчас, когда Пашинян в принципе не против подписать с Азербайджаном необходимые документы о нормализации, как только он делает позитивные шаги, устраивающие в том числе и Россию, оппозиция, резко поднимает голову и играет на этой готовности армянского премьера, чтобы попытаться растравить реваншистские настроенную часть населения и свергнуть Пашиняна. Эти действия оппозиции карабахского клана – мощный дестабилизирующий фактор. Карабахский клан своим разбалтыванием ситуации в стране желает свергнуть Пашиняна, пересмотреть трехсторонний договоренности. Карабахский клан о народе не думает. Он думает, как вернуть власть. В Армении вообще в новейшую историю мало кто думал о народе. Что Кочарян, что Сарксян – это коррупционеры. Карабахский клан не то что Карабах не стал развивать, он и Армению развалил. Обстановка в Армении с годами только усугублялась. Люди массово покидали страну. Чтобы развернуть ситуацию, развернуть страну к новой странице развития, нужно устранить карабахский клан, полностью убрать его их политической жизни. Карабахский клан сегодня – это провокаторы. Это прошлое и люди, которые живут прошлым. А ситуация в регионе уже кардинальным образом поменялась. У Армении нет никакой реальной возможности реванша. У Азербайджана несравнимая помощь и армия. Сам Пашинян понимает, ему от мира деваться некуда. Ему нужно развивать отношения с соседями, подписывать соглашение. Он это прекрасно понимает и делает поступательные движения. Азербайджан же давно проявил добрую волю на мир с Арменией. Он, собственно, первым и предложил Еревану начать договоры по мирному соглашению. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok